Уважаемые зрители, сегодня достаточно необычный выпуск. Дело в том, что российские ученые впервые получили потомство от клонированного животного, от клонированной коровы. И сегодня мы приехали в Федеральный исследовательский центр животноводства имени Эрнста для того, чтобы узнать об этом событии и о сути самого проекта. Смотрите наш ролик до конца, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Уважаемые зрители, хочу вам сейчас представить руководителя лаборатории экспериментальной эмбриологии Сингину Галина Николаевна. Галина Николаевна, но эксперимент, который вы проводили, который завершился успешно, это как раз речь про теленку от клонированной коровы. И вот скажите, сама суть эксперимента, что было важно в этом эксперименте учесть, как долго он длился, этот эксперимент? Я понимаю, что... Ну, как раз начнута с первого ответа на вопрос. Суть его заключалась именно получить теленка, и он появился. Для чего это было нужно? Для того, чтобы подтвердить, что клонированное животное, которое получено в 2020 году, которое назвали «Цветочек», вот, и это первое клонированное млекопитающее у нас в стране, в принципе, оно оказывается полноценным именно с точки зрения дальнейшей репродуктивной своей способности. Это очень важно для того, чтобы технологию клонирования использовать, в том числе и с практической точки зрения. Вот очень важный момент как раз про практическую точку зрения. Скажите, какие параметры, характеристики вы контролировали вот в процессе, важные непосредственно для, ну, скажем так, той особи, которую вы наблюдали? Ну, как? Когда она родилась, мы, естественно, контролировали, я сейчас говорю о цветочке. О цветочке. Мама. То есть, естественно, о маме, да. То есть мы контролировали вообще сам процесс, во-первых, внутриутробного развития. Потому что изначально было проведено 31 пересадка, то есть, в принципе, 31 животному были пересажены тоже клонированные эмбрионы, но родилось только у одной. Вот, естественно, это как... То есть получается, что мы контролировали развитие внутриутробно, и вот только именно цветочек, которая дошла в своем развитии до, в том числе, до рождения. Дальше при рождении, как и при рождении любого теленка, контролируется, и нет ли у теленка каких-то патологий, все ли у него нормально с известными, опять же, таки, рефлексами. Там, сосательный рефлекс, выделительный рефлекс и так далее. То есть у цветочка они все были в наличестве. Вот. И дальше мы следили, как он растет. Вот. Как следили за его здоровьем. Вот. Потом следили, как она пришла первый раз в охоту. То есть велось обычное наблюдение, как и за любым другим животным, только боли может быть пристальное. Вот. И, естественно, последним, это уже, когда она стала, нам стало понятно, что она циклирует, то есть она может быть осеменена потенциально, да. Мы решили, уже до когда она достигла возраста определенного, мы ее осеменили. И уже после осеменения она родила теленка. Ну, как говорится, это было последним, как говорится, таким заключающим этапом наблюдений. Хотя, наверное, это неправильно сказать, что это заключающийся этап. В какой-то, с какой-то точки зрения, это заключительное, с точки зрения того, что она репродуктивна, полноценна. Но с точки зрения наблюдения за ней, как за клонированным животным, естественно, ничего не закончилось. Потому что есть такое понятие, как с жизни, сколько живут клонированные животные. Естественно, мы будем за ней и дальше на бред. Более того, сейчас она будет использована снова в качестве уже мамы, потенциально для будущего еще теленка. То есть, естественно, все это, как говорится, в копилку наших знаний о развитии клонированных животных и о том, насколько они тоже полноценны. И вот уникальность чисто, наверное, для нас, потому что, в принципе, уже известно, что клонированные животные, в том числе, бывают среди них, конечно, и животные с аномалиями, но и в естественном осемении, и частота таких аномалий просто выше сейчас. Но и нормальных животных тоже довольно-таки уже сейчас много. И то, что в нашем случае, это только подтверждение тому в общую копилку знаний о жизни и развитии клонированных животных, если мы говорим вообще о науке в целом. А если говорить про такие вещи, как порода, с какой породой вы работали? Ну, это вот у нас сементалы. И у нас в качестве, именно зная изначально, что у нас в основе сементалы, в основном, большей частью покровности, мы, естественно, выбрали сементалы, потому что, чтобы все-таки порода к породе, чтобы именно не было конфликтов в массе плода. Естественно, сементалы, мы решили, что наши генетики, тоже селекционеры приняли такое решение. Естественно, это уже не я. Я вам еще раз говорю, что у нас довольно-таки много людей задействовано в этой работе. Естественно, думали и выбирали, что сементалы подойдут лучше всего в качестве вот этих промежуточных рецепиентов животных. То есть у нас, получается, и сама цветочка, в основном, сементал по своей генетике. И вынашивала ее. Поэтому у нее, вот вы поедете сейчас, они даже, в принципе, примерно одной масти, только и цветочек. Она немножко отличается, у нее немножко другой цвет, потому что у нее есть еще примесь крови мамбильярдовая. А уже и декабристка тоже самое? А декабристка уже, естественно, имеет генетику цветочка и сементальского быка. На феррах достаточно часто определенными покленным параметрам оценивают, скажем так, ту или иную особь. Это чаще всего количество, безусловно, молока, которое она может давать. Очень активно сейчас идет работа по генетике, потому что необходимо максимальное количество лактаций, чтобы коровы, чтобы коровы реже выбывали, допустим, из стада. И очень важно, безусловно, то, каким образом она как раз к воспроизводству способна. Вот если говорить про цветочек и про те параметры, которые у нее были, молоко, какой объем давала, не давала, или вы не задавались вообще этим вопросом? Во-первых, об этом еще рано говорить. Сейчас мы можем лишь говорить о том, что она абсолютно нормально дает молоко. Мы ее сейчас даем уже целый месяц. И она дает молоко сейчас где-то 17 литров в день. Но мы ее сильно не раздаивали. Но в целом 17 литров молока в день она дает. Говорить о том, сколько она будет вообще в целом давать, мы сейчас... Состав этого молока тоже нормальный. Но оно не может быть НМ. Потому что никаким образом не модифицировано. Это обычная корова, только полученная методом соматического клонирования. То есть она не может отличаться чем-то, потому что в ней, в ее геноме ничего такого не меняли. То есть поэтому она дает обычное молоко, она доится. Кстати, абсолютно оказалась способна к машинному доению, что немаловажно. Потому что это очень важно, когда животное позволяет себя доить с помощью аппарата. Потому что у нас был такой опасен, как она себя поведет. Естественно, была проведена работа по привучению и так далее. То есть все как с обычным, если бы это была другая любая корова. И молоко у нее и по составу, по крайней мере, ничем не отличается. И соответствует породным особенностям и так далее. То есть а говорить о том, что будет дальше, вот как раз я же уже до этого сказала, что нужно изучать это. Вот если теперь перейти ко второму этапу, это как раз вот, собственно, появился у нее теленок. Как сам по себе этот этап происходил? Вот от момента, как, ну, условно говоря, есть опять же стандартные, да, вот общепринятые процессы. Вот здесь было что-то отличительное, ну, как бы только если вот как раз это теленок от клонированной коровы. Одно могу сказать, что рождение декабристки прошло практически очень легко для нас, потому что сам цветочек, к ней внимание было еще более повышенное, и она сама была крупная. Там все-таки немножко понервничать нам пришлось. То есть бригада была, около нее стояли, было, естественно, прибегали к родовспоможению, потому что крупный плод. Что касается декабристов, цветочек оказался просто изумительной мамой, потому что она родила сама, и когда уже пришли к ней, теленок уже был рожден. То есть она сама его родила, и никаких особых осложнений с точки зрения родового процесса не наблюдалось. И в последующем уже, когда, как говорится, другие этапы были, там тоже никаких особых проблем с ней с точки зрения здоровья или каких-то, что касаемо и самого теленочка, и самой мамы. То есть все, что с точки зрения акушерства, все процедуры, которые обычно в этих случаях делаются, они были стандартные, никаким каким-то особым обработкам, лечением не прибегали к цветочку. То есть у нее прошло сам родовой процесс классически хорошо. То есть она в этом смысле, опять же, не отличалась от, если бы это была какая-то другая корова. Потому что в большинстве случаев коровы сами, если только нет крупного плода, обычно телятся самостоятельно. А сама декабристка, она очень живенькая, она очень быстро встала на ножки. Быстро мы ее буквально в течение полутора часов подоили цветочка, дали ей молока, она выпила все молочко и легла спокойно себе спать. А если вспомнить этот процесс, ну тоже очень в общем, как он строился, какие были там, не знаю, интересные, может быть, моменты в процессе? Ну, моменты были больше переживательные, потому что, во-первых, это было буквально две недели на локдауна, когда вообще, называется, закрыли институт. И очень было сложно даже с этой точки зрения наблюдать за животными. И очень много служб института были задействованы, все равно в этом наблюдали, за животными ждали. Она, во-первых, очень сильно переходила, то есть срок у нее сильно удлинился. Вот, то есть сейчас, мне кажется, 20 дней как минимум она от максимально возможного срока еще 20 дней. Естественно, плод был очень крупный, естественно, у нас не было абсолютно никакого опыта родовспоможения в этих случаях, а у клонированных очень часто бывает. Все идет не так, может быть, и плод родится, и мертвый, и, может быть, прибегать придется к кесаревому сечению. Но как раз рецепиент, или суррогатная мама, которая родила цветочка, у нее были все признаки того, что она должна родить сама. То есть обычно даже те, кто вынашивает, может быть, даже признаков того, что она должна телиться, не наступает там просто по сроку, вот она сколько-то дней, вызывают роды, либо делают кесарево, если уже на роды. А у этой шло вроде бы все нормально. Единственное, что срок был довольно-таки длинный. И, естественно, мы не знали уже, стимулировать ли, либо делать кесарево, либо это. И слава богу, что нам хватило терпения, то, что мы дождались. И, естественно, позвонили, сказали, человек, который ухаживал за животным, смотрел, ходили по часам, смотрели, следили, и ждали, что все пройдет самостоятельно. И вот позвонили, сказали, что появились ножки. Тут же собралась бригада людей. Естественно, я когда пришла, он уже был рожден. То есть, самую тяжелую работу уже сделали люди без меня. Потому что, если бы я, наверное, там была, я только мешала бы им. Мужчины сделали свою работу, ветеринарные врачи. Да и не только ветеринарные врачи. Там много кого было. Ну, наверное, радость первое, что вы испытали. Все-таки гордость, радость, что, какие эмоции были? И вы знаете, я уже сейчас, если честно, не очень хорошо помню все эмоции. Ну, просто хлопотали. Мы хлопотали, естественно. Первое, что нас интересовало, насколько полноценен теленок. Вот. Опять же, сложности. Нужно было подоить маму, нужно начать ее там выпаивать. Но я говорю, у нас люди все грамотные. И поэтому, как говорится, все знают свою работу. И каждый на своем участке сделал так, что животное, как говорится, и родилось. И, несмотря на слаженность, там не совсем все просто. Я говорю, было... Ей помогли. Ну, то есть, в принципе, родовспоможение – это частое явление. Вот. И помогли. И, в принципе, как говорится, теленочек вырос до взрослого состояния. Довольно-таки хорошо. Сколько сейчас возраст? 30 декабря, если считать, то уже чуть немножко больше месяца. Чуть больше месяца. Я думаю, что это, конечно, могла бы быть мечтой зоотехников, да, такая система, если бы она была такой способ, скажем так, воспроизводства, ремонтного стада создания, если бы он был в массе своей. Ну, скажите, как вы считаете, вот для какой-то такой истории массовой это применимо или это не применимо? И если применимо, то когда? Это вообще не нужно массовое. Не нужно мясо отклонированных, еще там чего-то придумывают. Клонирование – это инструмент либо получения каких-то размножений, тиражер уникальных особей, а потом их все равно естественным образом размножают, либо внесение какой-то генетической модификации для того, чтобы ускорить селекционный процесс и получить животное с необходимыми хозяйственно-полезными признаками. И опять же, дальше идет естественное размножение. Ни в коем случае нельзя клонирование, заменять естественное размножение. В этом нет необходимости, и это точно экономически нецелесообразно. Не выгодно нецелесообразно. Очень много всяких аспектов, которые… То есть у клонирования другие задачи. Это инструмент для определенных задач, но точно не для какого-то там размножения, тиражирования и так далее. Скажите, если говорить про генетику и работы над генетикой, потому что в текущем режиме много очень вопросов к нашей современной российской генетике. Для осеменения, скажем так, используется чаще всего ввозное семя, импортное семя. Хорошо это плохо, но к этому можно по-разному относиться, но просто это факт. Скажите, как вы считаете, если смотреть в эту сторону, вот как-то в эту сторону вы планируете идти или у вас другие задачи? Сейчас первая цель, которая стоит у нас, это работа в направлении редактирования, то есть клонирование для редактирования. А это получение животных с какими-то новыми хозяйственно полезными признаками. В нашем случае это, например, крупный рогатый скот с нокаутом гена бета-лакдоглобулина. Это белок, который вызывает аллергические реакции. Естественно, его, если он не будет содержаться в молоке, это будет молоко считаться иметь низкие аллергенные свойства. Вот, по крайней мере, сейчас мы в этом направлении работаем, у нас есть уже определенный задел. Ну вот вы уже, конечно, частично ответили на этот вопрос, когда вы говорили, для чего используется клонирование, но слово клонирование, безусловно, по-разному, разную эмоцию вызывает людей. Скажите, все-таки чаще встречается, мне кажется, какая-то более такая страшная история про клонирование, что везде вокруг сейчас будут одни сплошные клоны, которые, я не знаю, захватят мир. Вот, как вы считаете, если говорить с точки зрения обывателя, полезно, насколько полезно, стоит бояться, не стоит бояться? Если мы говорим о серьезной науке, о серьезных, практической, то на животных этого бояться точно не надо, кроме плюсов. Именно если это, на самом деле, используют для того, что я перечислила. Это инструмент, и он не просто так дан человечеству. Это нужно понимать, да? То есть не просто так открыто это окно для человека, чтобы... Потому что этот инструмент позволяет, ну, по крайней мере, даже с точки зрения сохранения генетических ресурсов, это очень полезно. И мы не будем говорить сейчас про редактирование, хотя бы вот с этой точки зрения. Если мы сохраняем, это всегда хорошо. А что касается клонирования в целом, и не животных, то бояться нечего, потому что прецедентов нет. И, в принципе, по большому счету, даже на обезьянах эксперименты не очень удачные проходят. И фактически тоже не имеют, не носят массовый абсолютно характер. Поэтому здесь, мне кажется, тоже природа неспроста так делает. Так что, я думаю, что обывателю простому нужно понимать, что человека клонируют еще не скоро, может, вообще не клонируют. Ну, мы все-таки давайте сконцентрируемся на том, что клонирование, в данном случае у нас как раз мы говорим про коров, мы говорим про то, что возможность существует выводить особи с нужными параметрами, что, к сожалению, это, конечно, безусловно, процесс дорогостоящий, но он уже у нас идет, и есть первые результаты. Мы вам желаем обязательно, чтобы те задачи, которые вы перед собой встали, они все реализовались. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо.